Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре, который посвящен продукту iSprint Presenter, или Presenter, как это правильно будет по-английски, конструктор электронных курсов, который рассчитан не только для чайников, но и для серьезных профессионалов в электронном обучении. Мы поделимся с вами опытом использования нами, нашей организации, Центром развития электронного обучения, и попробуем с вами найти какие-то общие проблемы в использовании и внедрении этого продукта. Меня зовут Евгений, я являюсь специалистом как раз Центра развития электронного образования Сибирского института бизнеса и информационных технологий. Также я являюсь аспирантом кафедры информационных и коммуникационных технологий в образовании Омского педагогического университета, где занимаюсь проблемами информатизации образования и дистанционных образовательных технологий. В настоящее время такие термины, как виртуальное образовательное пространство, электронный корпоративный университет, корпоративный учебный портал, это все термины, описывающие различные аспекты электронного или дистанционного обучения и объединяют различные элементы, которые можно назвать современным словом иленин, который так и называется, электронное обучение с английского. Технология электронного обучения уже не воспринимается как нечто такое совершенно непонятное и недоступное, однако при использовании этих технологий возникает множество различных вопросов. Один из самых насущных вопросов, один из самых важных вопросов, как сделать электронный курс, и не просто электронный курс, а как сделать его максимально качественным, хорошим и в максимально короткое время. как разработать электронный образовательный ресурс, отвечающий требованиям дистанционных образовательных технологий, и масса еще побочных вопросов, которые так или иначе находятся около вопроса качества продукта. Про педагогику электронного обучения, педагогический дизайн и другие содержательные аспекты сказано уже много, и эта сторона вопроса сейчас активно обсуждается в илленин-среде, и обсуждается довольно активно, но наша задача с вами другая, а именно, каким способом можно разработать все-таки электронный курс, говоря о технической составляющей, о технической составляющей вопроса. И ответ, естественно, тут очевиден. Это использование специализированного программного обеспечения, которое поможет нам при разработке, при проектировании электронного курса, именно техническая составляющая. Благо в наше время программного обеспечения, которое нам в этом может помочь, большое количество, это начиная с программным обеспечением, начиная от программ создания презентаций, таких как PowerPoint, и переходя уже к таким многопрофильным программам, рекламировать не будем их, но, как бы многие знают, специализированные программы для создания больших, крупных электронных курсов. Наш вебинар предназначен больше для так называемых чайников. Ну, это чайники не в обиду мы обзываем, а для чайников как новоначальных неофитов, так сказать, в электронном образовании. Как известно, новичкам требуется простой инструментарий, который позволил бы создать им качественный курс. И чтобы процедура освоения этим инструментом, ну, чтобы процедура освоения отвечала массам нюансов, которые не заставляла бы озадачиваться настройками чрезмерными этого программного обеспечения, и не заставляла изучать досконально функционал этого инструментария. Нам нужен такой инструмент, который бы позволил сделать курс быстро, качественно, что называется, здесь и сейчас. Поэтому мы предлагаем вам познакомиться с такого рода инструментом, который называется iSpring Presenter, и он, в свою очередь, является надстройкой для программы PowerPoint от Microsoft. Сделано... Ну, и следовательно, для тех, кто хорошо знает программу PowerPoint, дополнительные функции от iSpring Presenter нам только помогут и не дадут, так сказать, испугаться от каких-то новых функций. Итак, как я сказал, что наш вебинар посвящен чайникам в основном. Но это, в принципе, для тех, кто вообще не видел программу эту и кто мало с ней работал. Но также могут с ней общаться с этой программой и люди, которые которые хотя бы уже пробовали свои свой опыт, так сказать, в использовании этого программного обеспечения. Поэтому мы будем делиться своим опытом, вы своим, и тем самым находить какие-то проблемы при использовании данного программного обеспечения. Мы вам расскажем, почему мы используем именно этот программный продукт, почему мы отказываемся от некоторых функций в этом программном продукте и какие функции нам нравятся, и какие мы задействуем чаще. Поэтому вебинар мы больше разделим на три части. Одна из них будет теоретическая часть. Теоретическая часть это доступный материал, который можно найти в интернете в мануалах по iSpring. вторая часть это наш опыт и ваше замечание, как мы используем это в своей работе, опыт нашего внедрения этого продукта. И третья часть самая маленькая по объему, но самая будет интересная. Это вопросы ваши, нам и соответственно для тех, кто здесь сильно хорошо знает этот программный продукт, может быть и мы вам будем задавать. Ну, надеемся на продуктивную работу. Итак, что такое iSpring? Как я говорил уже, что iSpring прежде всего iSpring Presenter это надстройка для PowerPoint. Все инструменты для создания учебных курсов, тестов доступны в дополнительной вкладке в PowerPoint. Вот, если вы посмотрите скриншот с программой PowerPoint, то видно, что при установке iSpring Presenter добавляется дополнительная вкладка со своим функционалом. Итак, как начать работу с iSpring? Ну, начать можно разными способами. Можно запустить ее с ярлыка, который будет установлен на рабочем столе, путем в быстром старте. Вы можете выбрать создание нового курса или отдельно теста опроса и запустить какой-то ранее разрабатываемый вами курс в этой программе. Также можно обратиться к видеоурокам, к форуму, где вы можете обсуждать какие-то темы, которые вас интересуют, обращаться в техподдержку, техподдержка отвечает, иногда не сразу, но всегда отвечает, так сказать. И дополнительные справки, которые вы можете с интересующими вас вопросами, там он каталогизирован, поэтому можно как бы найти интересующие вас вопросы. с помощью iSpring презентер можно добавлять различные файлы в презентацию. Это мы начинаем рассматривать функционал этой программы. Как вы видите, тут есть раздел вставка и с помощью этого раздела можно добавлять различные различные файлы. Например, добавление флеш-роликов, которые вам, которые вы, например, сделали во флеш. Как это делается? Это нажимается вот в этой настройке кнопочка флеш, выбираете флеш-файл с компьютера для вставки в презентацию и нажимаете открыть. Вы можете предварительно посмотреть и как бы отредактировать его и нажимаете вставить конкретно флеш-ролик. Нажимаете ОК и все как бы добавляется ваш флеш в флеш-ролик на слайд непосредственно. Вы увидите первый кадр ролика или страничку заглушку в случае добавления FLV файла с расширением FLV. Вы можете изменить размер и расположение вставляемого вами флеш-ролика что важно при загрузке его например в SDO где есть ограничения по объему материала. Также аналогично в флеш-ролика можно загружать ролики с YouTube. Также использовать клавишу YouTube нажимаете у вас появляется окно для вставки ссылки здесь элементарно нажимаете ОК что важно здесь в целях обеспечения безопасности Flash Player не позволяет просматривать YouTube видео в презентациях которые запущены с локального компьютера для просмотра YouTube ролика необходимо загрузить Flash презентацию на веб-сайт также вы можете добавлять веб-объекты в презентацию здесь подробно не будем объяснять важно что можно добавить не только онлайн документы но и файлы с компьютера например PDF полезная функция тоже это что касается работы с веб-документами итак в качестве примера добавление в презентацию веб-объекта нажимаете когда кнопку веб вводите адрес и через просмотр можно его показывать либо в отдельном файле либо непосредственно в том слайде ну либо в отдельном слайде либо в отдельном окне итак и важный очень элемент для электронного обучения это вставка тестов очень важно при проектировании электронного курса так как является контролем знаний можно нам предлагается когда мы нажимаем на складке кнопку тест нам появляется возможность вставить либо тест либо опрос а спринг позволяет создавать тесты с вопросами drag and drop и сценариями ветвления а также добавлять в них аудио видео материал изображение формулы ну отдельно мы покажем вам в нашем опыте на нашей в нашем отрывке нашего курса ну останавливаться в принципе подробно ну не вижу смысла поэтому перейдем тогда к следующему в процессе работы нам необходимо смотреть как шаблон будет выглядеть в плеере айспринг и для этого есть специальная функция просмотр просмотр можно делать либо всех файлов напрямую то есть выделять все и просматривать весь курс опубликованным в плеере либо непосредственно выбранные выбранные объекты выбранные слайды либо с текущего момента в курсе поэтому предварительный просмотр очень полезная вещь особенно для того чтобы просматривать как будет смотреться в плеере потом когда при просмотре в powerpoint есть там свои отличия в структуре и в других моментах здесь вы можете нажимать это потом у себя дома понажимаете когда или на работе когда вы скачаете эту программу кстати программу можно скачать в демо версию там реальную 30-дневную и с ней можно обучиться посмотреть и пользоваться потом приобрести ее постоянно какие-то скидки действуют в iSpring поэтому ну это не в качестве рекламы это в качестве того что как бы приятно что помнят помнят о том что надо идти на помощь так сказать после того как вы завершаете проект ну само создание курса вам необходимо опубликовать презентацию для ее можно опубликовать в следующем в следующих вариантах это публикация веб публикация для CD и DVD публикация в iSpring онлайн это ну это непосредственно система управления курсами от компании iSpring и другие системы дистанционного обучения итак рассмотрим как публикацию презентации для веб публикация для веб позволяет сохранить материал на локальный диск для дальнейшего распространения материала через интернет чтобы опубликовать презентацию для веб нужно ввести название материала ну здесь как-то качество исказилось немножко пока мы загружали ну вот видно что надо ввести название самой презентации и ввести заголовок материала в поле заголовок далее указать локальную или сетевую папку в которой будет осуществлена публикация в поле локальной папки и вести путь к папке вручную или нажать кнопку обзор ну как такая привычная операция для пользователей компьютера поэтому не заблудитесь после завершения ваша публикация откроется в отдельном окне и можно посмотреть и посмотрите также путь куда она сохранилась следующее это возможность публикации презентации публикация для CD или DVD чтобы опубликовать презентацию ну практически все те же все те же операции делаете только только указываете путь другой и что касается публикации в SDO ну в YSPRINC онлайн вам естественно нужно вначале создать свою учетную запись стоит это отдельных денег ну есть тестовый режим тоже я как бы пробовал не скажу что там меня это сильно поразило ну наверное потому что мы как бы мы пользуемся Moodle поэтому ну не знаю для кого как опять же для кого какие задачи нужно решать поэтому для кого-то может и SDO от iSPRINC вполне удовлетворить его потребности ну для того чтобы попытаться использовать нужно естественно сделать экспорт правильный это нужно ввести учетную запись предварительно зарегистрировавшись вы увидите окно редактирования учетной записи вот тут опять же видно расплывчато ну вот видно что учетную запись или вот я снизу сделал как вводить аккаунт нажимаете ok и ну и там дальше все сказать по по правилам по там везде есть подсказки и так и наиболее важный момент на котором я хочу сосредоточиться это презентация публикации в SDO здесь с помощью с помощью варианта публикации в SDO вы можете создать пакет который можно загрузить в любую систему дистанционного обучения в принципе и чтобы создать пакет для загрузки в SDO вам нужно также ввести заголовок материала указать папку для публикации и настроить отдельно параметры учебного курса я к этому сейчас еще обращусь после этого как вы настроили параметры учебного курса вам всего лишь нужно нажать кнопку опубликовать для ну вот опубликовать для публикации и она также откроется в окне в отдельном для просмотра презентации ну давайте детальнее ознакомимся опять же с вкладкой учебный курс выглядит она приблизительно так вот когда вы нажимаете публикацию и выделяете вкладку SDO то здесь есть еще такой параметр как учебный курс что в нем важно в нем важно много на самом деле ну вот в качестве примера я вам таблицу покажу это что какие критерии там указывается это тип курса тип учебного модуля SCORM 1.2 или SCORM 2004 ну и так далее и название курса название урока описание ключевые слова типкан это об информации о курсе и о прогрессии сообщить о прогрессии и завершении тоже по оценке просмотренных слайдов по весу по оценке тестов ну в конце мы наверное эту презентацию опубликуем и разошлем участникам можете детально ознакомиться с этим с этими моментами да ваши контакты у нас есть и поэтому все все получат и ссылку на запись видео и ссылку на учебный материал демонстрационный что интересно сделала еще айспринг они сделали возможность запускать свои курсы с помощью приложения айспринг мобайл но для этого надо значит при публикации публикацию как веб установить и установить галочки там определенные запустить через спинк мобайл здесь опять не видно айспринг мобайл и что универсальный ну мы пробовали запускаются некоторые но им надо конечно это все доработать потому что есть свои замечания тяжелые курсы они как-то как-то подвисают все это можно можно сделать курс он будет выглядеть приблизительно как обычная линейная презентация ну то есть пока недоработанная у них ну если будем наверное жаловаться писать коллективные письма туда то они займутся этим вопросом что для этого надо сделать чтобы посмотреть презентацию в приложении айспринг мобайл для этого надо скачать бесплатно айспринг мобайл ну вот на apple store например и дальше через нее загружаем саму публикацию выглядит это приблизительно так если на планшетных устройствах вы можете также просматривать презентацию не только как бы в онлайн режиме но и в режиме офлайн вот для загрузки материала для просмотра без подключения к интернету вот здесь не знаю видно ну вроде видно есть такая функция офлайн вейвинг в положении one это ну включить выключить one off для загрузки презентации на устройство вам потребуется активное соединение с интернетом сохранять на ipad можно только те презентации на которых при публикации был включен параметр разрешить сохранять на устройство итак ну это касаемо касаемо публикации презентации но прежде чем публиковать презентацию есть еще немаловажная функция это настройка самого плеера настройка самого плеера и других настроек я вам покажу как это можно сделать но только на примере самой программы сейчас я включу функцию показать свой экран вы должны вам там вылезет окно где вы должны согласиться сделать экран общим давайте я вам покажу есть у кого-нибудь там вылазит открывает доступ смотрите экран надо нажать надо нажать видите давайте отметим у кого у кого есть они не могут включать нажмите паузу да и у кого все нормально тот отметим плюс так что я вам буду сейчас показывать я вам буду показывать саму программу айспринг презентер а именно настройки плеера и те настройки в айспринг которые я вам здесь не не рассказал о которых но тоже все не буду подробно останавливаться потому что материала достаточно много в интернете можно ознакомиться есть мануалы ну и в процессе работы это все как бы само приходит хорошо итак ну на примере вот открывая презентацию нашего курса как видим здесь ну вот есть еще если отвлечься то хочу сказать что есть еще помимо айспринг презентер у них есть еще и другие продукты вот мы например пользуемся бывшей айспринг стюит отличается ну незначительным набором дополнительной функции ну вот нам нравится у нас было хорошее предложение и мы решили согласиться попозже я немножко вам еще расскажу чем же все же отличается ну а пока вернемся к презентеру итак настройки при публикации настройки плеера какие есть когда у вас есть курс ну вот в данном в данном случае здесь линейная презентация нам ее нужно опубликовать нажимаем публикацию и входим в настройки плеера universal какие здесь есть настройки вы можете подогнать ваш плеер под определенные задачи если в курсе есть так называемая говорящая голова то вы можете оставить место для докладчика вы можете прорисовать как бы структуру структуру самого курса это делается не в самих настройках но про структуру мы будем еще отдельно сейчас я вам расскажу а вот относительно настройки самого плеера внешний вид делается все очень элементарно можно подобрать под ваш сайт например или под ваше оформленное СДО цветовую гамму которая вам более-менее симпатизирует настроить панель с какой стороны будет настроить что в дополнительных панелях вы хотите видеть заметки ли это или оглавление можно спрятать навигацию которая есть есть в плеере можно заменить на навигацию которую вы сделаете непосредственно в пауэрпоинте путем технологии гиперссылок мне например больше нравится использовать гиперссылок чем такие навигации мне нравится более такой плеер не нагроможденный лишними элементами здесь можно также оглавление сделать в боковой панели либо выкидным его делать и так далее слева справа показывать как всплывающее окно можно добавить логотип вашей компании можно не добавлять можно все поубирать ну и так далее масса масса интересных элементов есть можно убрать также плеер этот ну здесь все наглядно и это важно чтобы настроить чтобы он был адекватен вашему дизайну на сайте вашему дизайну в SDO и или еще или просто там на диске например так когда вы сделали это вы применяете и закрываете интересная функция это опция это структура презентации здесь например нету структуры но вы можете структурировать ее например введение и подведение подвести подведение подвести другие ну те слайды которые касаются именно введения введения там ввод как-то этот пропаг попадает трансляции как-то перезагрузить сейчас попробую перезагрузить раз не получается что-то давайте попробуем заново сейчас сейчас я попробую перезагрузить перезагрузить ну у некоторых нормально у некоторых не очень сейчас принимайте окно так есть так мы будем надеяться что у всех у всех все показывает это это техника поэтому как бы если лаги есть то будем терпеть их надеюсь все в будущем у нас исправится как мы научимся все делать итак вернемся к публикации а я остановился на структуре ну давайте я покажу вам на нашем примере вот мы разрабатывали курс разрабатывали курс который задача этого курса это значит ознакомление региональных представителей с информацией о вузе ну вот например как здесь нарисована структура здесь как вы видите есть вступительное слово ну здесь ситуации различные есть ветвление то есть если у меня здесь при решении при решении а ну здесь с книгой когда книга заканчивается а знаете извините пожалуйста это на спринг сюит можно делать книгу потому что интерактивности здесь нету а вот с тестами вот например проветвление вот тест если тест заканчивается когда когда вы делаете тест на отдельном слайде можно в зависимости от результата его направить на тот слайд какой результат если результат негативный ну какой-то или наоборот правильный то направляете в отдельное в то указанное место где он и должен быть ну я вам покажу сейчас на примере структуру структуру я вам сказал что можно так сворачивать и потом в плеере я покажу вам как это будет выглядеть это удобно для навигации потому что если все слайды загрузить а здесь вот как вы видите 100 слайдов то будет довольно таки объемность громоздко и ну очень неудобно а в данном случае я вскрыл слайды которые которые являются продолжениями слайда с оглавлением и в структуре плеера они не мешают мне ну и так же вскрыл некоторые ситуации но сейчас я вам покажу как это выглядит в плеере это в проекте в пауэрпоинте кстати вот эти персонажи это дополнительная функция вот вайспринг сюит персонажи есть различные ну они как всегда сделали нам каких-то нерусских персонажей какие-то женщины загорелые и темнокожие и не похоже мало то есть можно использовать но зато можно использовать своих персонажей мы вот начинаем работу как раз над своими персонажами отфотографируем их и будем своих использовать ну здесь такая возможность есть и интерактивности интерактивности здесь это отличие айспринг сюит от айспринг презентер сейчас загружается книгу каталог вопрос ответ и временная шкала ну это надо отдельный курс проводить как бы ну вот есть отличия дополнительной интерактивности где-то они хороши где-то вот мне только книга понравилась там ну и временная шкала остальное как-то все не очень симпатично итак до перезагрузки было лучше сейчас я попробую еще перезагрузить извините что так давайте еще раз попробуем я просто не вижу ваш чат когда у меня открыто окно поэтому немножко здесь будет проблематично так хорошо продолжим итак посмотрим как выглядит этот курс экспортированно ну выглядит ориентировочно так видите что я настроил плеер слайды у меня несмотря на то что там 100 с лишним страниц 100 с лишним слайдов у меня в оглавлении только те которые мне нужны остальные скрыты все эти функции в основном как бы функции powerpoint вот видите навигацию я использую гиперссылками и так далее это персонажи сюит задание покажу вам как выглядит например один из вариантов теста ну вот тест на соответствие вот тест тест drag and drop то есть на планшетных устройствах было бы интереснее его использовать и тоже в зависимости от результата теста я как уже говорил с помощью функции ветвления можно направить непосредственно непосредственно участника этого курса вот вы прошли неправильно тест можно направить на слайд где показано что нужно перерешать тест там какую-нибудь недовольную рожицу построить или все наоборот ну это вот что касается тестов тесты могут быть ограничены по времени ограничены там можно ограничить прохождение курса если вы не прошли этот тест и так далее то есть с тестами здесь поинтереснее все ну а так в целом основные возможности конечно это powerpoint это поддержка поддержка всех функций powerpoint айспринт презентер является конечно очень хорошим дополнением при реализации курсов звук пропадает вебинар идет следующий момент ну вот мы как бы ознакомили мы еще сейчас возвратимся если надо будет к нашему опыту это один из наших это один из наших курсов и практически функции все задействованы еще есть очень важные функции это аудио и видео сопровождение ну здесь про управление презентацией я сказал что есть структура можно выстраивать ее различным образом надеюсь поймет так ничего не видно меня перезагрузить видео все сейчас видно меня слышно презентацию видно так а что тогда мы упустили леонидовна мы к вам вам пришлем отдельно презентацию если надо даже прокомментируем там если что так что пишите на email мне так сказать мелким почерком я всем отвечу итак управление презентацией про структуру мы выяснили переходим к особо важной функции которая поможет вам оживить ваш курс это запись аудио и запись видео во вкладке iSpring презентер там есть такая тоже вкладка сопровождения где можно выбрать запись аудио например вам перед вами появится плеер запись аудио сопровождения и он отвечает особым параметрам записи ну здесь если видно там надо будет указать список слайдов начать запись с какого заметки настройки это все как отдельное как отдельный элемент вот этой презентации вы и сами изучите запись видео делается также аналогично через плеер делается будет выглядит это как говорящая голова приблизительно как вебинар говорящая голова с идущей презентацией сопровождением видео сопровождением интерактива это касаемо вставки записи видео также помимо записи можно вставлять вставлять и аудио и видео не записывая его с веб-камеры то есть вы записали на качественную фото-видео аппаратуру аудио и состыковали его и загрузили его в свой курс чтобы состыковать вам видео и это параметры видео изучите чтобы состыковать вам видео и аудио вам необходимо будет прибегнуть к помощи редактора сопровождения но здесь нам опять надо обратиться к демонстрации экрана так что попробуйте опять принять сейчас последний раз уже принимаем давайте я вам покажу как выглядит редактор сопровождения редактор сопровождения выглядит следующим образом как вот вы видите запись аудио я вам еще раз покажу вызывается кнопкой запись аудио угрузится потому что презентация сама тяжелая на 100 слайдов поэтому грузится немножко медленно в этом отношении конечно пожелать айспрингу чтобы они как-то сделали полегче свою программу вот запись аудио улицу ну и таким же образом запись видео но сейчас вернемся к другой презентации редактор как выглядит редактор когда вы записываете аудио и видео ваши материалы выстраиваются цепочкой в зависимости от того как вы записывали соответствующие на соответствующей дорожке аудио или видео и их можно синхронизировать как в обычном видеоредакторе как в обычном секвенсоре и синхронизировать их по времени синхронизировать их по времени непосредственно со слайдами ну попробуем какое-нибудь видео тут импортировать что здесь у нас есть аналисандр сейчас нам подскажет я сначала тебе подскажу действительно попробуй выключить видеоксансляцию и ставить звук только потому что может действительно у людей некоторых подписаться из-за качества интернета по видео я не помню у меня такого суббота нет то есть только полноразмерный фильм «Святый фильм» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раз, два, три. Слышно меня так? Так, ну будем... Да, теперь мы оставим только звук, чтобы избежать всяких накладок, чтобы не лагало. При демонстрации экрана. Может быть поэтому. Итак, мы остановились с вами на том, что я объяснял, что помимо того, что можно записывать аудио и видео, можно также добавлять его извне, импортировать. И синхронизировать по времени со слайдами. Показать я тут не вижу смысла показывать вам. Но синхронизируется все просто одним движением мышки. То есть очень легко. Дальше это все сохраняется и закрывается. Вот так вот. Ну... Это что касается редактора сопровождения. На этом демонстрация возможностей iSpring мы закончим. И перейдем к вопросам вашим, а также вашим опытам. Раз, два, три. Недостатков большое количество, по мнению наших специалистов, у iSpring. Но, с другой стороны, цена заставляет мириться с этими недостатками. Потому что, я говорю, что постоянные у них какие-то акции и возможность приобрести даже рядовому учителю этот продукт. Ну, есть возможность даже для периферии. Какие недостатки? Самый первый недостаток, с которым мы сразу столкнулись, это публикация для мобильных устройств. То есть мы изначально хотели сразу... У нас была задача курс делать для планшетных мобильных устройств. Но не совсем получилось делать их с той интерактивностью, с которой позволяет даже обычный PowerPoint. Получается просто линейная презентация. Ну, надеюсь, они доработают. Потому что обновления часто присылают, но какие-то не сильно важные, наверное. Какие еще недостатки я вижу? Недостаток как раз в развитой интерактивности. Ее слишком мало, и она как-то выглядит... Ну, по сравнению с тем же... Ну, не буду называть продукты. По сравнению с другими продуктами, которые мы пользовались... Публикатор экрана. По сравнению с другими продуктами, то... Здесь, естественно, свои есть нюансы. Так, и по поводу... Ну, какие еще есть недостатки? Ну, мы в основном пользуемся сюитом, поэтому здесь могу нарекания про сюит свои сказать. То, что... Который уже говорил о том, что персонажей слишком мало. Все какие-то нерусские. Ну, так сказать, не в обиду никаким нациям, но... У нас студенты все похожи в Сибири. Либо на русских, либо на казахов. Негров нет. А вот Айспринт нам предлагает как минимум трех негров. Поэтому, может быть, у нас есть другие учебные заведения. Там есть у нас такие африканцы. Поэтому им, наверное, будет лучше. А вот мы решили идти другим путем и делать своих персонажей, фотографировать. Потому что возможность добавлять своих персонажей там есть. Это из позитивных и сразу из негативных моментов. Это касается, насколько я сейчас сразу вспомнил, о недостатках. Еще, пожалуйста, вопросы. Какие-то... Кто из вас вообще пользовался? Вы скажите. Айспринт презентер? Или презентер? Как это? Мы по-деревенски называем презентер. Ну, вообще презентер. Еще кто пользовались? Алла Леонидовна пользовалась. Но основная масса, то есть, все равно не пользовалась. Ну, поэтому мы вас в будущем будем приглашать на более развернутые курсы по iSpring Suite и iSpring Presenter, где будет рассматриваться не просто описательное и описание функционала и примеры работ, а непосредственно мастер-класс, непосредственно курс, который направлен на продукт, на выполнение продукта. Поэтому вот так вот, роскошный комплекс. Ну да, соглашусь. А вы с какого города, Ирина Леонидовна? Давайте я немножко напишу. Напишите, с какого города, где вот какой интернет. Вот у нас, видите, в городе пока хороший интернет. Ужасно подготовленный вебинар. Будем готовиться в следующий раз. Скоро пакеты мы готовим. Санкт-Петербург. Странно, почему у вас. Это не наш продукт, но мы им пользуемся. Мы его можем продать везде. Ну, пишу, что мы дискредитируем этот продукт. Пробовали и вставляли. Все прекрасно получается из HTML5. Санкт-Петербург. 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 Москва. Кибер. Учтем в следующий раз. Спасибо. Запись вебинара будет. Мы пришлем все. Все пишите на один из имейлов. Лучше, наверное... Сейчас мы подключим нашего администратора, нашего директора, Ивана Александровича, и он скажет вам более подробно. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Иван Александрович, фамилия моя Булавкин. Я тут не выдержал, включусь. Немножко, ненадолго. Хоть у меня тут сегодня очень, скажем так, больное горло и простыл. Уважаемые коллеги. Естественно, за один вебинар, за небольшой вебинар, рассказать все о программе невозможно. И если кто-то шел на вебинар с желанием, так сказать, увидеть все прелести и возможности программы, то такого не бывает, естественно. Но мы будем продолжать и дальше рассказывать о всех нюансах и так далее. Что касается качества связи, интернета и тому подобное, то сразу хочу сказать, что интернет у нас отличный. Качество интернета у нас достаточно хорошее, если не сказать исключительное. Поэтому очень часто технические сбои возникают, в том числе, из-за качества приема, в том числе от качества ваших компьютеров и так далее. Значит, уважаемые коллеги, я еще зачем заявился, так сказать, сюда. Я хотел бы, если кто-то не видел, пригласить вас на... У нас тут скоро будет вебинар. Сейчас мы найдем небольшую эту рекламку. Анонс. Так, вот он у нас анонс. Так, всем видно сейчас? Напишите, пожалуйста, в чате, если видно, то плюсик. Если не видно, то минус. Седьмого числа, седьмого ноября, в день, в годовщину Авиако-Октябрьской социалистической революции, как раньше говорили, да? Сейчас это уже, к сожалению, не праздник. Или к счастью, у кого какие политические взгляды. Вот. Мы будем проводить вебинар, называется «Леонид Леонид» или «Как перевернуть класс». Вебинар будет посвящен технологии перевернутого класса, модели. Одной из моделей смешанного обучения. Так что присоединяйтесь. На нашем сайте есть, скажем, ссылка на регистрацию. Регистрация пока еще у нас открыта. Мы тут, в том числе я сегодня решил, ссылку, да, сейчас сюда скину. Конечно, обязательно. Так, сейчас мы ее найдем. Ссылочку забирайте, копируйте себе, уважаемые коллеги. Но сразу предупреждаю, то есть, мы, вероятнее всего, на этой неделе эту регистрацию закроем в пятницу. Поскольку, не за что, Сергей Андреевич, поскольку я вот решил его ограничить пятьюдестью участниками, на данный момент там, по-моему, тридцать с чем-то человек, поэтому вот через пятьдесят участников я закрою регистрацию. В том числе для того, чтобы не было действительно огромного количества слушателей, потому что вот на этот вебинар зарегистрировалось достаточно много людей. Уважаемые коллеги, но если вы не попаливаете пятьдесят человек, ничего страшного, я его, этот вебинар буду повторять. Если какие-то еще есть вопросы, задавайте. Если есть какие-то предложения, уважаемые коллеги, пишите нам на электронную почту. Электронная почта у нас, вы видите все на слайде. Если, соответственно, есть какие-то предложения, есть какие-то замечания и так далее, тоже я жду ваших предложений. Пишите, пожалуйста, на электронную почту. Ну и, соответственно, если есть просто люди, которым нужен сертификат участника, есть люди, которым сертификат участника не важен. Если вам необходим сертификат участника, пожалуйста, пришлите нам на электронную почту письмо, в теме укажите слово сертификат. Напишите свое имя, отчество полностью, потому что не все полностью писали. Если вам необходим сертификат, мы вам вышлем сертификат на электронную почту. Вот. Ну вот поэтому у нас бесплатный вебинар к Александру. Вот. Ну и, соответственно, если вам не нужен сертификат, то писать нам не надо. Всем обязательным участвующим будет выслана ссылка на опубликованную запись вебинара и презентация с вебинара. Жду вопросов, если что. То есть, ну, я сейчас, наверное, видео отключу, но в чате мы будем оставаться до самого последнего участника. Если что, пишите. Всего доброго. До свидания. Так, где-то у нас. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил Сын, Ярланд Добавил Сын, Ярланд - Продолжение следует...